Территория вдоль берега реки Никишихи – место, ну очень привлекательное. Здешние красоты всегда притягивали сюда людей, в том числе известных и статусных. Ее правый берег застроен дачами еще с 80-х годов прошлого века, и левый ждет та же участь. Чисто случайно узнали, что напротив нашего места, на том берегу, отдали земли под сельхозназначение. Этот участок размежуется и будет отдан каким-то куда-то поддачей. Сколько раз приходили пожары были, мы выходили, тушили эти пожары на той стороне, чтобы не дать все это, чтобы уничтожить эту природу. Ну и самое главное, что вот дети все наши, посмотрите, что мы для них оставим. Вот как в Смоленке пустыню такую. За последние 30 лет река протяженностью 83 километра обмельчала, а нерестовая рыба погибла. Но на берегу продолжают расти лекарственные травы, ягоды и грибы. Нынешние дачники боятся, что природное богатство исчезнет совсем. Если еще 30-40 участков начнут снабжаться водой из этой реки, то ей придет конец. И не когда-нибудь, а в год экологии. Природная охранная прокуратура еще не ответила, но мне, по крайней мере, устно сказали, что вроде бы все это законно. Когда уже начнут делить участки, когда начнутся это все, вырубка там все, тогда бы уже только обращаться. Ну тогда, смысл тогда уже обращаться, когда уже начнется все это вырубаться. Обращались даже к депутату Государственной Думы Иосифу Кобзону, но и тот пока ничего не смог поделать. Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю по обращению Шустого Виктора Борисовича сообщает, что данное обращение передано по подведомственности в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области для принятия мер. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области сообщает, что управление не имеет законных полномочий для принятия мер реагирования по вопросам, обозначенным в вашем обращении. Вот это все должно быть выпилено и распахано, по-видимому, так, поскольку речь идет о сельхозназначении. И получается, что это все в угоду одного какого-то непонятного человека. Все должно быть уничтожено. И хотелось бы, чтобы либо администрация края, или, возможно, губернатор нас услышали и хоть как-то приняли бы какое-то участие в этой ситуации. Жильцы уверяют, то место, на котором построились они сами, не нанесло природе непоправимого ущерба. И вот сейчас уже речка не та, ну, будем говорить, уже уровень ниже некуда. А если еще тут вырубать, то это потом просто будет лужа. И тот, кто сейчас стремится к красивому, он получит потом просто помойку. Ну, вот эти дома, ради них тоже же что-то вырубали, чтобы ваш дом... Нет, ничего не вырубалось. Это была здесь пустая поляна. Вырубки здесь не было, никакой абсолютно. Забайкальский писатель Юрий Курц заявил, строительство, если оно все-таки начнется, не обойдется без одобрения местных властей. Находишь же самое уязвимое место, вот это. Можно выше строить, можно ниже строить. Нет, эти твари чиновники. Я уверен, что это какие-то административные работники. Потому что очень хорошее место здесь, великолепное. Мы там гуляем с ребятишками, мы там ягоду берем. Обидно. Юрий Курц признается, вдохновение для всех своих книг он черпает здесь, на родном берегу Никишихи. И боится, что от нее останется лишь маленький ручей. Идут косули в позарамку, плывут над нею облака, течет прекрасная горянка, неоскверненная пока. Пока. Наталья Оршинская, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ.